Как дела, Дань? Что делали сейчас? Похвалили тебя? Отлично. Скорее всего, поменяем дуги. Посмотрим, как ты носил тяги. Хорошо? Ты посмотри, какая красота. Просто белоснежные зубки. Ильин, будем менять дугу. У нас при расширении верхней челюсти появились промежутки между зубами. Это нормальная ситуация. Каждый пациент, кто носил брекеты, пугается иногда этого. Но вот эта цепочка, она закрывает все промежутки у нас. И мы ее сегодня убираем. Вот такую лигатуру, для того, чтобы заменить цепочку, чтобы зубки наши дальше не расходились. Она просто зафиксирует результат, полученный результат, чтобы опять не появились какие-то большие промежутки. Выглядит это, конечно, интересно. Как будто бы мы рот человеку шинируем, зашиваем. У нас есть вот такие резиночки. У них есть маркировка с животными, чтобы пациенту было легко запомнить. Отличаются они у нас по силе, тяге и натяжению. Пациент сам, мы его обучаем, и в домашних условиях он сам все меняет. Мы сейчас одну наденем сами, а вторую попросим Даня показать. Смотрим. Вот и все. То есть мы прям с собой даем эти резиночки, а сколько там штук? Получается, что стук в пакетике, то есть в среднем это на полтора месяца пациенту хватает. Опять же, в зависимости от того, какую даем тягу, с какой частотой менять. Вот бывает, пациент в течение дня где-то порвет ее, где-то проглотит, потеряет, ничего страшного. Мы всегда даем запасам по две упаковочки, чтобы где-то дома с собой была, где-то в рюкзаке хранила, чтобы не забывал пациент надевать. Пациент же и так не наносит брекеты, зачем ему еще и резиночки? Резиночки нужны для коррекции прикуса. У нас брекеты, к сожалению, сами по себе прикус не меняет, они меняют положение зубов, а резиночки вот эти у нас отличные помощники, которые помогают довести нашу улыбку до идеала. Все, готов. На следующие 6 недель можем отпустить. Даня большой молодец, он очень исполнительный, он все выполняет, все рекомендации врача, с такими пациентами приятно иметь дело и видеть достаточно быструю положительную динамику. Надеюсь, не перехвалю. Фтор – это как витамины для зубов, то есть тебе сейчас делали чистку, сняли защитную пленку зуба, и чтобы она быстренько восстановилась, чтобы бактерии не налипли, и вот наносится автофтор. Здравствуйте. Ну, очередной раз хотела бы похвалить вашего ребенка, молодец, все хорошо носит. Дали резиночки, еще месяц точно мы их носим. Субтитры сделал DimaTorzok